Девушки отдыхают Азербайджан. Очередное землетрясение зарегистрировано в Джавахке. Фильм о Барцахе, когда стихает ветер, будет показан на 74-м Каннском кинофестивале. Уважаемая госпожа президент, меня зовут Арменак Абрамян и я имею честь быть председателем Национального совета Западно-Армении, который был сформирован в Шуши 17 декабря 2004 года. Мы хотим довести до вашего сведения реалии, присущие последствиям геноцидной агрессивной войны, развязанные 27 сентября 2020 года турецко-азербайджанскими вооруженными силами против коренного армянского населения, мирно проживающего более 10 тысяч лет на земле своих предков в Арцахе. Эта война, произошедшая в год столетия Международного мирного договора, подписанного в севере 10 августа 1920 года, после признания государства Западно-Армения, де-факто 19 января 1920 года и до юра 11 мая 1920 года, в качестве независимого государства, в состав которого входил Арцахский регион, привела к гибели более 6 тысяч человек. Азербайджан и турецкий тандем намеренно нападал на коренное население, уничтожал природную среду Арцаха, используя в частности фосфорные бомбы. Эта война, которая длилась 44 дня, ни в коем случае не закончилась, так же, как не закончились различные программы геноцида против коренного армянского населения Западно-Армении с 1894 года, частью которой по международному праву является Арцах. Западно-Армения, как и другие страны, подписавшие Северский договор, выразили свое осуждение турецко-азербайджанской военной агрессии и плана по расчленению Западно-Армении с 1921 года, организованного большевистко-кималийскими вооруженными силами. Хотя сегодня ОБСЕ призывает к возобновлению переговоров между различными сторонами, мы должны поставить под сомнение условия их проведения, учитывая, что Азербайджан продолжает свою политику ненависти и убийств, которая проявляется в следующем в неуважении и нарушении территориальной целостности Западной Армении и прав армянского народа на самоопределение. Открытие 12 апреля 2021 года Ильхамом Алиевым парка военных трофеев для празднования и иллюстрации его политики геноцида. Грубое и унизительное изображение в восковых манекенах погибших и задержанных армянских добровольцев, сотни касок армянских добровольцев, погибших во время войны, и выставка армянской военной техники. Реализация этого военного парка во всех отношениях отличается от реализации военного музея, который прежде всего является местом памяти, где сохраняется достоинство и уважение к погибшим с обеих сторон. В данном случае речь идет о вопиющем нарушении прав человека, стремлении пропагандировать сети азербайджанского населения, институциональный расизм против армянского народа, унизить семьи погибших и задержанных. Также в убийствах и пытках армянских гражданских лиц и пограничников, использование такферийских террористических круг против коренного армянского населения, незаконное содержание военнопленных и гражданских лиц, разрушение многовекового наследия в Арцахе и Западной Армении, продолжающиеся нарушения устава ООН и международных конвенций. В связи с этим я прошу Франциско Калицая, специального докладчика по правам коренных народов, провести встречу для рассмотрения ситуации с массовыми убийствами армянского населения, оккупации армянских территорий в нарушении международного права и вопросов, связанных с возмещением ущерба, а также вопрос о государстве Западной Армении и его статуса на уровне ООН. Зверства, совершенные в отношении коренного армянского народа, подрывают универсальность принципов организации объединенных наций и ее цивилизаторской миссии, если они не будут решительно осуждены. Однако первое, что приходит новым в западном обществе, когда мы говорим о правах ребенка из числа коренных народов, является его здоровье и образование. Но объективно для армянского народа ставится под сомнение не только право ребенка на существование, как он сам, но и его физическая неприкосновенность. С начала территориальной оккупации Турции и Западной Армении дети коренных армян стали жертвами девшерме, то есть обирания детей. Это был циничный эвфемизм, который в реальности заключался в том, чтобы оторвать их от семей и родных наций и настроить их против последних, включив их в программу принудительной ассимиляции, чтобы прокормить турецкий военный корпус. Что касается выжившего населения и детей кульминационной фазы геноцида, то их называют «выжившими после меча». Высшее оскорбление, которое Эрдоган использовал 4 мая 2020 года, тем самым оправдывая продолжение различных геноцидных программ, начатых его предшественниками. Оскорбление, расизм, призыв к преступлению по отношению к армянскому народу, пережившему геноцид в Западной Армении. От речи к делу, 4 месяца спустя эти преступления другой эпохи продолжаются перед всем миром. 44 дня резни армянского населения в Арцахе, такфиристские орды, нанятые Турцией в Азербайджаном, вторглись на исконно армянскую землю, чтобы уничтожить наше коренное население. Что стало с правами ребенка? Что мы можем ожидать от международного права, когда оно систематически опирается оккупационными государствами, которые также являются членами организации объединенных наций? Являются ли международное право избирательным и дискриминационным по отношению к детям коренных народов? Спасибо, госпожа президент. Подразделения вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Армения. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий вооруженных сил Республики Армения получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери. Минобороны Республики Армения решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны, предупреждает, что им будет нанесен серьезный ответ. Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Нахичеван является неотъемлемой частью государства Армения в соответствии с международными договорами 1920 года. Западная Армения решительно осуждает оккупационную политику Азербайджана и призывает международные организации дать достойную оценку провокационной политике Азербайджана. Евросоюз намерен расширять свое присутствие на Кавказе. Итоги визита министров иностранных дел Литвы, Австрии и Румынии в Армению, Азербайджан и Грузию были представлены в понедельник на Совете иностранных дел Европейского Союза. От имени комиссара ЕС Джозефа Боррелла министры передали лидерам Южного Кавказа обязательство ЕС играть активную роль в разрешении конфликтов в регионе. Азербайджан намного мягче в диалоге с ЕС, так как рассчитывает на поддержку. Три страны за Кавказе являются членами Восточного партнерства ЕС, которое оказывает финансовую, техническую и консультационную помощь. Арсаху всегда будет требоваться иностранная помощь для устранения огромного ущерба, нанесенного после 44-х дневной войны. Глядя на последние события, становится ясно, что Евросоюз усиливает свое влияние и использует инструменты давления. Бойкот дипломатического визита сопредседателями минской группы в Шуши был использован как средство давления. Ожидается, что применение политики пряников и кнутов в отношении Азербайджана в ближайшее время даст ожидаемые результаты, и Азербайджан вернется за стол политических переговоров, так как отсутствие переговоров усугубит конфликт. Поэтому, если Азербайджан ожидает прогресса в регионе, он должен отказаться от своей деструктивной позиции и трезво оценивать ситуацию. В Ахалкелаке Джавахк около 11.00 утра ощущались сильные толчки и тряслись в многоэтажки. Некоторые жители даже боялись выбегать. По данным Национального сейсмического центра, землетрясение произошло в 11.04, а эпицентр находился в районе села Самеба. В отземные толчки были на глубине 10 километров с силой 3.9 балла. Некоторые жители Ахалкелака обеспокоены. Это 10-е землетрясение по состоянию на 14 июля. В последнее время Джавахки очень чисты землетрясения. Национальный центр сейсмического мониторинга объясняет это тем, что Джавахк является наиболее сейсмически активным регионом. Снятый при финансовой поддержке Национального кинотеатра Армении совместное производство Франца-Армения-Бельгия фильм режиссера Норы Мартиросян «Когда ветер стихает» будет показан 14 июля в кинотеатре Олимпия 3.74 Каннского международного фестиваля. Как сообщает Армен Пресс, киноцентр сообщает, что фильм был показан в официальной программе 73-го Каннского международного кинофестиваля в 2020 году. Фильм, включенный в Каннскую программу «Адсит», был представлен на фестивале как армянский фильм. Показ состоится в присутствии режиссера и продюсера фильма для публики бесплатно. В фильме «Когда ветер стихает» рассказывается история французского аудитора аэропортов Альена, который пребывает в недавно построенный аэропорт Республики Арцах. Далее для вас ансамбль «Маратук» Битлиси Пашарума. «Маратук». Далее для вас ансамбль «Маратук» Битлиска. Далее для вас ансамбль «Маратук» Битлиска. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.